Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Я хочу сегодня немножко вам как бы дать тему. Наверное, каждый из вас пережил, но я последнее время это так переживаю и переживаю не очень хорошо. То есть я смотря проповеди, я делаю сам к себе на основании своего переживания. Так часто бывает, когда те проповедники, которые делятся тем, что они в жизни происходят, они делятся то, что внутри. Есть, конечно, которые берут чьи-то ошибки, какие-то еще грехи, начинают на них раскручивать всякие тематики. И давайте я хочу сказать вам о том, чем я переживаю. И надеюсь, я не один такой, потому что мы все люди. Мы каждый из нас возрастаем в Боге. Где-то мы застаиваемся, где-то еще происходим какой-то путь в пустыне. Тема с названием очень таким странным. Когда тебе не нравится то, кем ты становишься. Да, 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 да. Кому из вас иногда кажется, что ничего уже не работает? Уже вот ничего. Что вера в Мессию ничего уже не стоит. Когда-то что-то такое происходило, да, молитвы, там, движения, там, попросили. А какое-то проходит время, и вдруг какое-то состояние, что что бы ты ни просил, что бы ты ни делал, как правильно бы ты ни поступал по жизни, кажется, все бесполезно. Все остается прежним. Все остается таким, как оно было. Обыкновенная семья, обыкновенные события, квартира, работа, рутина. Но жизнью с избытком, как говорит Писание, да, назвать это сложно. Мы прошли какой-то путь, и тут мы все переживаем и ждем, когда же эта жизнь, которая была обещана в Писании, станет жизнью с избытком. И состояние такое, что твое мессианство, оно как-то бессильно. Твое христианство как-то бессильно. Ты просишь, не получаешь, существуют какие-то ситуации, которые безвыходные. Как можем мы вообще найти жизнь, по которой мы жаждем, о которой мы скучаем? У нас же есть у каждого картина той жизни, которой мы мечтаем, когда читаем Писание, той жизни, которую нам обещает Священное Писание. Ведь жизнь может быть больше, чем повседневность пассивного христианства. Жизнь может быть намного лучше, красивее, более ярче, чем просто повседневность пассивного мессианства. Жизнь, которую хочется прожить лучше, чем сейчас. Давайте вот мы попробуем с этим разобраться. Потому что я с вами делюсь всеми переживаниями, которые я иногда с ними сталкиваюсь. Особенно последние, наверное, месяца 3-4. То, с чем я сталкиваюсь, оно, знаете, меня подталкивает на вопросы, которые каждый из вас может задать. Иоанна 14 глава 1 по 2 стих, вернее, с 1 по 6 стих. Очень важная тема. Не позволяйте беспокойству овладеть вами. В другом моменте еще. Не позволяйте суете обладеть вами. Верьте в Бога и верьте в Меня. В доме моего отца есть много обителей. Если бы не было, я бы сказал вам, потому что и еду, чтобы приготовить вам место. Не места в плоскарте или в мексиканском вагоне, а одно место приготовить. А поскольку я иду приготовить вам место, я вернусь, чтобы забрать вас с собой, чтобы вы тоже могли быть там, где я буду. Кроме того, он говорит, более того, я вам хочу сказать, вы знаете, куда я ухожу и знаете путь туда. Мне нравится, Фома всегда говорит то, что хотят все сказать. Он не скрывал. Все, кто не хотели сказать, но молчат, Фома все выскажет. И тут Фома сказал ему, Господь. То есть слово Господь, здесь именно обращение Адонии, то есть уважительное обращение. То есть говорит, господин, или мужчина, как у нас говорят часто в Одессе, мужчина, то есть Господь, мы не знаем, куда ты идешь. И как можем знать путь туда? Ишуа сказал, я путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как через меня. Мы все знаем это местописание. Мы хорошо это знаем, но верить в Бога сложно. Друзья, верить в Бога сложно. В счастливые, позитивные времена легко забыть, что Бог вел вас по пути, которым вы идете. Как сегодня сказал Сережа, да? Давайте мы выключим здесь на сцене свет, а включим обыкновенный свет, который в зале. И Он говорит, мы привыкли к Нему, и нам кажется, что это обыденность, оно все время так должно быть. И Бог с нами, но мы иногда не замечаем. Мы настолько привыкли к тому, где мы находимся, что нам это немножко достает. Но когда приходят счастливые дни, прекрасные, мы иногда забываем, что Бог это все нам дал. А в трудные времена нам очень легко обвинить Его в бездействии. Замечали, нет? Когда чего-то не происходит, мы говорим, а где обещанное? Я не понял. Там же написано, я буду этим, то есть не хвостом, а главою, то главою корпорации, такси, маши и так далее. А где оно все? Где? И вот момент такой здесь очень важный, чтобы мы в своей жизни понимали. Ишуа сказал, я еще взял один перевод, и там очень красиво сказана фраза, я ваш путь, истина и жизнь, я ваш путь, и никто не придет к Отцу, кроме как через меня. Знаете, я слишком часто смотрел на свою веру в Бога через вот эти очки, розовые очки. Как будто вера в Бога, в Бога должна помочь мне что-то получить от Него. Знаете, вот, у меня такое состояние было иногда, что из-за того, что я остаюсь верным, верю в Бога, я где-то должен получить свою награду. Но и на самом деле итог жизни или веры в Бога приводит нам в той награде, которая называется спасение. То есть быть с Ним вечно, к тому первоначальному, наверное, творению, где отношения человека с Богом были настолько близки, что они ходили в прохладе дня. И, конечно, в итоге верующий человек конкретно получает то вознаграждение, где Писание говорит, «Где я, там и вы будете, чтобы я пришел и забрал вас туда, где я». Ну, это и есть наше состояние веры. Но, знаете, я, наверное, больше скажу, я забываю то, что сама вера есть награда. Сколько в этом мире людей не имеют веру в Бога живого, сильного, могущего их спасти. Я забываю, что сама вот вера есть и награда, что с Ним мы получили все. С этой верой мы получили упование, надежду, любовь Божию, защиту, охрану. И в Карифе, на 1 главе 3-4 стих говорит, «Благословен Бог и Отец Господа нашего ищего Мессии, Отец Милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешить находящийся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих». И когда почитал, то я думаю, «Боже мой, мы получаем утешение, и с этим, как мы получили, как мы это понимаем, как мы получаем утешение от Бога, так же само мы должны утешать тех, кому нужно это утешение». То есть, другими словами, как мы хотим относиться, чтобы к нам относиться, так и мы должны относиться к людям. И как мы относимся к Богу, так мы относимся к людям. И наоборот. То есть, если мы получаем утешение, тогда мы отдаем это другим, которые нуждаются в утешении. Мы часто задаем вопросы, люди задают вопросы, как и я, наверное, задавал в свое время, «Почему не так произошло, как я думал?» У нас же свои есть мысли, как оно должно конкретно быть. Особенно, когда ты строишь дом. И даже вот здесь, в нашем доме. Конкретно ты имеешь в виду, что ты имеешь в планах, оно не происходит, как ты думаешь. И мы задаем вопрос, почему? Почему не получил работу, либо то или иное? Почему я это не получил, так, как я хотел? Ведь я же верующий человек. Знаю, кто мой обеспечитель. Знаю, кто мой утешитель. Знаю, что он будет всегда вовремя. Почему люди не отвечают взаимностью? Ты улыбаешься, а они грустны. Я помню, как однажды Татьяна, брат, приехал из Америки. Мы были на трассе здоровья. Он идет вместе с нами, и всем, «Здрасте!» «А, здрасте!» «Хеллоу!» И мы говорим, «Не в той стороне ты живешь. Там тебе все, каждый может тебе сказать, да, 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 да. А здесь, что ты хочешь? Если ты улыбаешься, значит, что ты уже от меня хочешь». Понимаете, да? И в момент здесь очень важно, что мы думаем на взаимность, как, что люди должны. Почему мы не получаем? Мы знаем точно. Вот я говорю сегодня к верующим людям. Я говорю о себе. Мы знаем, что Ишуа Мессия. Кто сомневается, что Ишуа есть Мессия? Я не думаю, что здесь есть несколько людей, которые сомневаются в этом. Что Он истинный спаситель мира. Что Он умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Вообще-то умер за все человечество. И за оправдание всего человечества. Не только за нас. И все же приходит чувство, что твое мессианство тебя иногда подводит. То, кем ты есть. То, которое мы провозглашаем. То, которое мы кричим во все оружие. И во все окна и рупоры. И вдруг в какой-то момент Он тебя подводит. И ты разочарованный внутри. Когда Ишуа говорит, что Он есть путь истины и жизнь. Тогда мы подаем особенный акцент на слово истина. Почему? Потому что сразу вспоминаю местописание. Познайте истину, и истина сделает вас свободны. Кого сын освободил, воистину свободен. Поэтому для нас именно слово истина как раз и говорит о том, что, например, это самое важное. Особенно для проповедников. Для меня, например, чтобы люди познали истину Ишуа, единственного спасителя мира, очень важно. Поэтому все мои проповеди, вся моя жизнь, все я делаю для того, чтобы люди узнали об Мессии Ишуа. Что Он один, единственный Богом, посланный, избранный Богом для спасения всего человечества. Для проповедников, я вам скажу, это очень важно. Чтобы доказать людям, что Ишуа есть истина. Особенно для евангелистов. Им хлебом не корми, поспорить и доказать людям, что Ишуа и Иисус из Зарета, это тот Мессия, который должен был прийти и спасив весь мир. Мы говорим о том, что Ишуа жизнь. И мы понимаем это. Мы говорим, без Бога никуда. Он мое все. Все, вот жизнь. Им я существую, им я дышу. Да, вот все Божие во мне. И, конечно же, мы вспоминаем местописание Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих. В начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, через Него все начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. Говорит, Реба, уже вы нас запутали. Нет, в Нем была жизнь, и жизнь была в свет человека. Свет во сне светит, и тьма не покрыла его. Вот нам важно, вот важность новой жизни, обновленной. Особенно ее заметно, когда люди приходят к Богу. Их здесь меняется, и люди со стороны говорят, ты новый человек. Смотрю на тебя, ты изменился. Ты похорошел, ты помолодел, ты как бы стал лучше. Ты же как новый человек. И мы говорим, да, все творю все новое. Новое творение Бога Иешуа. Но знаете, когда Иешуа говорит, я есть путь, я есть путь, это не только есть то, что через Него мы приходим к Богу. Я также верю, что Иешуа говорит следующее. Я вот живя, надо жить, то есть, другими словами, я есть твоя жизнь. Я есть твой путь. Я есть истина. Я единственный путь, который ты можешь ходить. То есть, через меня. А это значит, если ты похож на меня, ты будешь жить, как я. Жить, как я. Но в нашей суетной жизни, что мы делаем? Мы очень заняты. Мы очень заняты. Живя, как жил Иешуа, есть отображение истины, которую Он проповедовал здесь на земле. Живя, как жил Иешуа. Мы подражаем тому, чему Он учил. Перед тем, как в Дианах Апостолов мы читаем, что ученики Иешуа были названы христианами. Их называли последователями. Последователями. Следующий за учителем. По следам учителя. И это так было важно в жизни первоапостольской общины, чтобы они не только жили его жизнью, они поступали. Их не беспокоило то, что сегодня беспокоит нас. Помните, у них, они все распределяли. Они, были у них ситуации, которые им приходилось решать. Но они не бегали, как сегодня в суете мы бегаем за всеми ситуациями, которые происходят. Одной чертой путеводительства в Иешуа это была радость. 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 Написано, когда они исполнили все Духа Святого радости в Боге. Как они пребывали в единстве. Когда радость их наполняла в том, что они спасены. Что они последователи. Даже когда их преследовали, наказывали, они радовались. Потому что они говорят, вот теперь и нас, как его гнали. Значит, мы настоящие его последователи, потому что мы отличаемся от других. Когда Иешуа говорит, я ваш путь. Знаете, что это означает? Что бы я сделал? Иешуа говорит, что бы я сделал на твоем месте, когда происходит то или другое. Та или другая ситуация. Паниковал бы я, когда опоздал на трамвай? Паниковал бы Иешуа, когда опоздал бы на трамвай? Как вы думаете? Ну а что же мы так сильно так переживаем? Мы бежим. Мы бегом. Еще трамвай на другой. И мы бегом, 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 бегом. Так успеть. С этими торбами, со всеми делами. Завидовал бы, я говорю, а ты имя Иешуа, да? Я Иоанну, своему родственнику, что у него больше друзей на инстаграм, чем у меня? Завидовал бы он? Влияло бы ли на него лайки или дизлайки? Нравится или не нравится что-то? Я думаю, что нет. Менял бы я свои потертые сандалии на модные кроссовки каждую неделю? Волновало ли бы меня то, что пита, которое я ем, без мяса, потому что мясо дорого на привозе? Что бы сделал бы Иешуа в тот момент, когда это происходит? Я не говорю абсолютно в тот момент, когда там что-то происходит важное. А что бы он делал в той или другой ситуации? Что я хочу сказать, это одну простую вещь. Нравимся ли мы сами себе? На кого мы становимся похожи? Последнее время. Я скажу так, я, мне не нравится того, кем я становлюсь. Наверное, если бы Иешуа жил во время, наше время, например, сегодня, он, конечно, бы воспользовался телефонами, он воспользовался бы соцсетями, он воспользовался бы транспортом, всеми удобствами этого мира. Но я думаю, что Иешуа не более волновало бы все происходящее, чем тогда. Он бы более уравновешенно относился к планам, чем каждый из нас. За программированной жизнью, которую мы хотим прожить. Он бы никуда не спешил, но везде бы вовремя появлялся. Один из примеров, помните, история с воскресением Лазаря из мертвых. Очень интересная история, потому что, я зачитаю, когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня там на месте, где находился. У нас с вами, если бы кто-то из самых близких родственников, у него там молоко сбежало бы дома, а их дома нет, то мы бы уже бы все бросили бы. Собрание, молитву, работу с людьми, мы все бросили бы и побежали бы туда. Потратили бы еще деньги на такси. Прибежали, а там все нормально, просто автоматически все выключилось, и ничего не сгорело. Этот образ жизни, который мы с вами ведем, как верующие люди, приводит нас к такому моменту, где мы начинаем спрашивать, а миссианство, или христианство, которое мы верим, оно полезно? Что оно мне дает? Если я смотрю на ритм своей жизни, я вам полностью серьезно могу сказать, что мне, на самом деле, не нравится тем, какими я становлюсь. Я постоянно в суете происходящих событий. То, что происходит в общении, в других общинах, в семье, в ситуациях, меня захлестывает происходящее. И, конечно, последние несколько месяцев они настолько переполняют меня, что, знаете, иногда я, вот, не знаю, вот, что дальше должно произойти. в эти, в этом, особенно последние 18 месяцев, да, когда происходило это с пандемией, локдаунами, запретами, я нахожу себя похожим на персонажа из мультфильма, знаете, какой, ледниковый период. тот зверек, который с этим желудем носится и кричит. Я вот, я, вот, вот, я честно вам скажу, я смотрю вот сейчас, вот, то, что происходит, вот, и тем, чем я занимаюсь, похоже на того зверенка, который в ледниковом периоде. Вот, скажите, Рэб, вы так похожи на него. Я согласен. Я согласен. Знаете, я не знаю, у вас есть такая функция на телефоне, когда то, что вы фотографировали несколько лет назад, там, далее, иногда высвечивается и говорит, в этот день, там, 2015 года. Недавно, да, вот, мой телефон идет, ну, как бы, я могу посмотреть все то, что может быть, или 2008, или даже 2010 увидеть, потому что только тогда они начали записывать все в, где-то, в облаках. Я думаю, что в небесах тоже так все записывается. Понимаете, да? Я думаю, эти технологии показывают четко, как мы там будем все получать очень быстро. Что делали? Тик-тик-тик, хоп, и пришло. Напоминалка. И когда смотрю на все эти фото, которые меня возвращают 10 лет назад, я смотрю, что мы были молоды, полный сил, были на молодежных конференциях, маршах, которые мы говорили, марш за Иисуса. Кто помнит, когда мы проводили 3000 человек, или там больше, приходило, как бы, с разных церквей, общимы, по центру города проходили, и так далее. Когда мы делали евангелизацию на Куликовом поле, не бунты, которые там происходили, а евангелизации, да? Когда на Куликовом поле, после одной из евангелизаций, я не знаю, через время там у Ленина отсохла рука, упала. Тогда его сняли, я не знаю, наверное, одна из молитв таких была. Но суть там, на Спартаке, помните, как мы делали большие евангелизационные служения, там общегородские, ночные молитвы городские, 120 дней поста и молитвы, которые проводили, да? Каждый день была молитва в одной из церквей. Мы ездили туда, то на Пересип, то в Центр, то на Болгарскую, то еще в других местах, проходили эти все вещи. Я смотрю назад, и, возможно, знаете, замечаю, что мы тогда были и моложе, и похудее, так чуть-чуть, не такие седые, полные силы, все остальное, но то, что у меня, что можно заметить невооруженным глазом, или наоборот, то, что я смотрю, не то, что мы были просто легче весом, а мы были легкие на всякое доброе дело. Мы были легкие на подъем, поехать на пикник домашней группы, мы поехали, мы были легкие на подъем евангелизации, легкие подъем на ночные молитвы, на молодежные конференции, мы были легкие на подъем поехать в Киев, на ретриты, на наши ретриты, да, вот, люди были именно активны, мы были легким духом, не загружены проблемы, которые мы сами себе ищем. Я себе говорю, вас это может не касаться, вы сегодня, я вам, наверное, как на исповеди буду, да, а сами себе решайте, на каком уровне вы находитесь. Для нас собрание было чем-то особенным, чем-то сильным. посетить СПИДовый центр, там, где люди лежали, умирая от СПИДа, было так же легко, как посетить молитву, несмотря на график или трафик, который от Котовского или других мест. Буквально несколько дней назад то, что мы домой ехали целый час, то, что мы каждый раз преодолеваем до 15 минут. Я понимаю, что людей стало больше, машин больше, везде нужно успеть, но это становится нашим бременем. Я был более легок на мероприятие, театральное служение, на праздники. У меня было больше радости, довольства, желания, дерзновения. У меня было время по-настоящему провести его с людьми. мне нравилось часами проводить время в поклонении, а теперь стремительно преображаюсь в личность, которая мне не нравится. Не нравится. Я сам себе перестаю нравиться. Возможно, и вы так себя чувствуете. Вы сами себе перестали нравиться тем, кем вы были и кем вы становитесь. Черствыми, безразличными, дотошными, ленивыми. С вами уже даже неинтересно провести время. Задумайтесь над всем этим. и возможно все наши дела, все то, что делали во имя Бога и для людей привело нас к разочарованию, к мысли, а вообще, кому это все нужно? Я знаю, я встречаюсь с многими верующими людьми, которые смотрят в прошлое и говорили в то время не как сейчас. Там было интересно, но не сейчас. Вот там были молитвы, но не сейчас. Вот там было действие с целой колизеей, или же там спортивные площадки собирали на вангелизации, палатки и так далее, и тому подобное. А не сейчас. вы знаете, что мы сами себя подвели к этому. Сами себе навязали эту мысль. Есть высказывание одного человека, которое я хочу вам прочитать. Он написал такую фразу, которая, наверное, касается меня. То, как я делаю работу Божью, разрушало Божью работу во мне. Вы уловили, нет? То, как я делаю работу Божью, которую Бог мне дал, зачастую разрушало работу, которую Бог делал во мне. То, как я или вы делаете призвание в теле Мессии, то, как мы с вами исполняем поручение Ишуа к его народу, может разрушить первую любовь, о которой говорится в откровении Иоанна? Они дерзновенные были, они делали евангелизацию. Ангелу Ефесской общине напиши. Так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои. Бог говорит, я знаю весь труд твой, как ты работаешь, действуешь, я знаю дела, и терпение твое, как ты настолько сильно терпишь, что ты не можешь сносить развратных, испытывал тех, которые называют себя послов, они не таковы, нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, для имени моего трудишься и не измогал. Похоже? Но умею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Возможно наш график работы, занятости, нехватка четких правил в жизни, возможно самосожаление удалило нас от общения с Богом. Возможно. Я не говорю, что это должно быть фактом. Возможно то, что мы настолько заняты в ситуациях наших, то, что окружает нас, мы отдалились от того, что мы имели изначально, той легкости, которую Бог нам дал изначально. Возможно. Приходят мысли, когда ты был в служении или делал дела, которые Бог на тебя поставил, вообще нужно ли все это? Нужно ли оно? Все, что я делал в Царстве Божьем, разы без меня не справиться? Я замечал людей, таких, кто вот ты высылаешь просьбы, особенно в облако свидетелей, да, верующих, о помощи, о нужде, о ситуациях. И знаете, как часто всего, особенно последние несколько вот, мы так, годов, в ответ тишина. Просто тишина. У людей становится мышление такое, что, ну, если не попадут, другие там будут, меня не заметят. И так человек 20, или 30, или 40, каждый думает, что он, для него есть какое-то извинение, для того, чтобы не попасть на молитву, на собрание, на какие-то еще вещи. Мы сами себе нагружаем, ситуацией отдаления от общения. Начинается все с очень простых моментов, когда нам кажется, что не хватает сил, и не нужно еще немножко отдохнуть, да, вот, пускай другие, молодые, пускай те энергичные, которым все, все надо, им все это нужно, пускай они это делают. Когда ты смотришь за людьми, делаешь такой обзор, почему люди чаще всего уходят от Бога? Какова причина, что вот есть люди, которые перестают верить в Бога, встречаешься с ними, они безбожники. Когда-то они покаялись, когда-то они служили, когда-то они приносили плод, и через них покаялись люди, а теперь встречаешься с ними, они просто ужасные люди. Они ни Бога не боятся, ни людей не стыдятся, уже матерятся, курят, и так далее, и тому подобное, может быть, 300 раз уже развелись, женились, для них это жизнь, то есть, уже христианская, верующая, она как будто мы какие-то инопланетяне, да, вот такое. И когда ты начинаешь разбираться, ты начинаешь момент такой видеть. Чаще всего отдаление от общества Господня, от кагилы, от общины, от церкви, от людей, которые в церкви разные, которые вообще не разные, мы все разные, мы не можем быть однотипные, когда люди отдаляются от общения, они потом отдаляются от отношения с Богом, и потом вообще уходят от Него. Другими словами, мы, когда даже будучи молоды, мы все делали на энтузиазме, который давал нам Дух Святой, чтобы достичь людей, не для того, чтобы сделать себе имя, а чтобы люди познали Бога, это было мотивацией. я обращаюсь сегодня к себе самому и к вам. Несмотря на 18-месячный такой хаос в мире, я хочу просто вам кинуть вызов. Посмотрите, насколько вы близки в отношениях с Богом. Мне часто люди говорят фразу дежурную, дома я молюсь, дома я читаю, дома у меня есть такие отношения с Богом. Когда я прихожу в общину или другие места, где собираются верующие, меня просто люди говорят колбасит от того, что я вижу эти рожи. Вы понимаете, да? Есть такие. Потому что нерешенные вопросы, отдаление от общества удаляет от отношения с Богом. И ты не имеешь потом вообще этого прикосновения. И потом а это христианство оно нужно, что вообще оно мне дало, когда другие люди более успешны, когда безбожники они более успешны. И как даже псалмопевец говорит, я чуть не спотнулся, чуть не упал, когда видел этих людей безбожников, процветающих, да, они уточняют, становятся богаче, они становятся важнее. Пока я не пришел в дом Божий и увидел конец их жизни, насколько они несчастны. Как ваше хождение друг с другом? Как вы жили и живете в Ишуа в то время, когда начинается охлаждение ваших отношений с людьми? Часто так смотришь в телефон, да, и там натыкаешься на лица, думаешь, вау, давно мы с ним не общались, с этим человеком, давно мы не пересекались, ничего не произошло, да, вот мы не поссорились, а что-то уже там где-то два-три года, что-то мы с ним не общались. Что случилось? Холодные отношения. Просто ну, кому я нужен там? Ладно, пускай они делают свое, кому и все. Состояние, которое нам не нравится, многие не знают, как их исправить. Я уверен, что очень много верующих людей прошли этот путь и кем они становятся, им сильно не нравится. Им сильно не нравится, но они не знают, как измениться. Они не знают, как поменять свой образ. Они хотят вернуться обратно, но они не могут вернуться обратно, потому что это время уже ушло. его невозможно вернуть. Еще говорит очень важную вещь. Никто не придет к отцу, кроме как через меня. И в этот момент, как я живу, выживите. Если вы будете жить, как я живу или как я жил, тогда у вас есть возможность быть очень близким с отцом, и этих трений между тобой и Богом, отношений, как бы, дальности не станет. живи, как я. Не просто я есть путь. Если ты просто веришь, и в день смерти тебе зачтется, ты веришь в Иисуса. Нет. Живи, как я живу, как я жил. И я этот путь, я есть, да, тернистый, узкий путь, и немногие находят его. Потому что еще он говорит, я этот путь, тернистый, трудный, но я этот путь. И в будущем в этом пути он получает то чувство удовлетворения. У нас есть понятие на еврейском дорога, или же стезя, или направление, да, вот, и здесь в этом моменте не говорит, что вот тебе направление к Богу через Иисуса, иди, и как бы, если дойдешь до конца, то спасешься. Ишуа предлагает совсем другой путь. Он говорит, я есть путь, то есть, я то, я единственный твой путь, я буду с тобою. Я буду идти вместе с тобой по этому тернистому пути, и в этом тернистом пути я есть жизнь, и я есть истина, которую ты познаешь, и эта истина сделает тебя свободных от твоей суеты, от твоих проблем, ситуации, которые просто нерешаемы, да, и ты станешь свободным, легким на подъем, на молитву, на служение, на помощь людям быстренько, сейчас буду. но у нас еще есть состояние, когда мы далеки от Бога. Я уже говорю, мы как бы отплываем от тех ситуаций, которые нас были близки с нашим Всевышним. Там, где нам сами мы не нравимся, кем мы стали, или кем мы становимся, тогда есть другое выражение, говорит, алия, сделать, совершить алию, то есть, когда тебя призывают, мы когда вызываем человека комментарии Торы, мы говорим, мы позовем, например, Сергея Михайловича сегодня, то есть, его путь, это восхождение наверх, к Торе, к Богу, и Давид говорит, весь восхождение, то есть, когда мы восходим к Богу, а когда чаще всего это происходит? Когда нам хорошо? Или когда мы чувствуем, что мы далеки? И Давид говорит, не отпускай меня, не отвергай меня, не забирай своего духа от меня. Почему он говорит эти слова? Потому что он приходит в состояние, где его суета оттягивает его отношения с Богом, ему становится не нравится его состояние, он говорит, я сделаю эту Алию, я приду в Дом Божий, я буду принимать все усилия, чтобы туда идти в отношении с Ним. Но еще есть одно понятие движения, ступенька выше, к Адимам. Даже когда Сергей делает и с Антоном они делают ну повышают из одного в Аркод другой переход, да, есть, или же от одной тональности в другую, называется Кадима, то есть раз и сделай выше, ступенька выше, а для того, чтобы сделать, встать на ступеньку выше, надо понимать, что ты должен измениться, изменится твой тон, изменится хождение, даже когда в песне, когда Сергей сегодня призывал, все, 91 Псалом, что петь Богу, да, и когда мы начинаем петь, и когда мы поем, да, вот мы хорошо и в таком состоянии, да, или когда мы и воспоем, мы поднимаем наш голос, вот это Кадима, нам нужно еще сделать этот путь, несмотря на сложное состояние, мы можем это сделать, притчи, 14 глава, 12 стих, бывает путь, который кажется человеку прямым, путь, дегах, он кажется прямым, даже при смехе может болеть душа, это 13 стих, и радость может окончиться скорбью, другими словами, все, что происходит, может внезапно измениться, но это не должно влиять на твои отношения с Богом, я хочу сказать, что в действительности мне не нравится то состояние, к которому я прихожу, поэтому я останавливаю себя, ищу где то состояние, где бы вернуло меня обратно, что сегодня тебе мешает проводить время с Богом, что мешает сегодня тебе, телефон, суета, новости, что мешает тебе проводить молитву, наполняться Духом Святым, легкостью, которую Бог тебе дал и в начале твоего пути веры, что сегодня мешает быть и оставаться в прежних отношениях с людьми, общиной, продолжать Божью работу, что мешает тебе? Когда ты изменилась? Твоя доступность, харизма, страсть в молитве, твое служение людям, куда спряталась или изменилась? То, кем ты был, что привлекало людей к тебе, тебя к людям, почему ты стал отвратительным сам себе? Ты смотришь на себя и так жалеешь о прошлых годах легкости. Не стоит. силы не приходят от перемены питания, но от привычки, которая делает тебя сильнее. Привычка. Привычка. Привычка общения. Привычка общения это жертва для общения. Нам иногда не хочется общаться, но нужно, потому что это жертва, которая принимается Богом. Привычка молитвы, посещение, привычка слышать Бога, что Бог говорит сегодня для нас. Все эти привычки позволяют нам знать того, кто умер за нас. И когда мы знаем, что Он с нами, и мы ходим с Ним во свете, подобно Он во свете, тогда кровь и шум и сия очищает нас от всякого греха. Как узнать, что наши грехи прощены? Верой недостаточно. Когда мы имеем общение, когда мы ходим во свете и имеем общение, тогда мы знаем, что нам грехи прощены. Удивительно, да? Но это так. Мы знаем. Эта привычка открывает в тебе нового человека, в Ишуа Мессии. Вот почему ученики назывались последователями. Те, кто двигались по пути не меньшего сопротивления, но пути, который называется Христос, Мессия. Что бы сделал Ишуа? Тут мне когда не хочется молиться. Скажите мне, что бы сделал Ишуа, когда нужна была помощь человеку? Когда вообще нужна помощь? Что бы сделал Господь, когда просто грустно тебе и другого пути нету? Что бы он сделал? Поэтому я призываю сегодня вас к левопреломлению не просто так. Ишуа говорит, если хотите иметь жизнь, вы будете участвовать. Если вы хотите воскресения из мертвых, вы будете участвовать. мертвы вопрос простой. Ты мертвый или живой? Какие твои отношения с Богом? Нравишься ты себе или нет? До чего ты докатился? Другими словами, нужно ли тебе то мессианство, ты попал сейчас? Или тебе нужен тот, кто тебя не просто осветил, простил, а так дал тебе обещание быть с тобой рядом? И радость его пребывает вечно. еще радуйтесь. Еще раз говорю вам радуйтесь. Как бы тяжело бы ни было, как бы жизнь я не растаскала по асфальту от детских дорог. Друзья, нравишься ты себе или нет? Легкость на подъем легкость для служения, легкость встречи с людьми, легкость передать им то, чем ты живешь. Я вам сказал, что пролистывая хронику событий, я плакал. Я не сожалел о том, что было. а мне становилось страшно, куда я иду. В своих заботах, своей суете. Как будто, знаете, это так необходимо. Одно можно сказать, я устал, мне нужен отдых. Я знаю людей, которые уезжают чуть ли не каждые две недели, еще на отпуск, на неделю. и им это не помогает. Потому что настоящий отдых во Христе Мессии. Он говорит, все те, кто перегружен своими заботами, отдайте мне. Другими славами, не киньте мне. А придите и передайте из ваших рук в мои руки. Когда наши глаза встретятся, давай поговорим, давай посидим. Да, Лазарь болен, но мне нужно провести время. И я успею. Я обязательно успею. А Лазарь умер. Марфа говорит, если бы ты пришел раньше, не умер мой брат. Суета. Заботы. Это становится нагрузкой, и мы, как верующие люди, считаем себя верующими, но какой-то момент досада приходит от того, во что ты веришь. неужели это вера? Вера не в том, чтобы получить, а вера иметь того, с кем ты можешь поговорить. сегодня у нас хлебопреломление. Это встреча с Богом. Скажите, хлеб, плод виноградной лозы. И что говорит, когда делаете это, смерть мою воспоминайте, да, доколе я приду. ты начинаешь отождествлять себя с тем, кто умер за тебя, воскрес, и говоришь, мне нужен ты. Я хочу этой легкости, радости, милости, защиты. мне нужны твои руки, которые я чувствую, что меня держат в этом мире. Мне нужно говорить людям о том, что ты сделал во мне. Боже, если люди не хотят со мной встречи, если люди увидели во мне ханжу, если увидели во мне человека, который как будто от всего мира отделенный, не имеющий прикосновения другим жизням, оба, что со мной происходит? Каждый может это сказать. Сегодня этот день спасения. сегодня Господь, каждому можешь сказать, я знаю дела твои, я знаю, что ты ненавидишь грех, что ты ненавидишь распутных, ты противостоишь всему, ты знаешь дела твои, которые ты делаешь, евангелизация, молитвы, все другое, но иметь против тебя нечто. Где та любовь, та легкость? Где она? где? Если Бог вчера, сегодня, во веки тот же, Он не изменяется, не меняет свое мнение, не как человек, тогда эта ответственность первой любви, она лежит на нас, лежит на мне. Моя Исраэль, Адонай, Эл Эл Адонай Эн em Субтитры создавал DimaTorzok